Но другого, потому что к 11-му году Молдова... Квасти, а нас чтобы подтолкнуть к объединительному процессу с Румынией. И тогда, мол, раз Румыния членами Европейского Союза, то автоматом, автоматом, уже без того черного хода. Молдова тоже может стать членами Европейского Союза. Но это же опять-таки, они или не читали, или не читают, или не знают, или не хотят, или у них советники, ни к черту не годятся, их надо прогнать. Есть очень серьезные международные документы. Они не обойдут никогда в жизни Хельсинскую Декларацию. Они не обойдут никогда в жизни все те нормы, которые надо выполнять при вступлении какой-либо страны в Европейский Союз. Это для того, чтобы народу навесить лапшу на уровне этих тарифов, повышенных каждый день, на уровне того, что, мол, потерпите еще полгода. И будет вам счастье. Почему этот мальчик объявил 11-й год? Потому что у него заканчивается мандат в 11-м году, примаря. Мандат примаря. И вот он, мол, потерпите меня до тех пор, а я там к концу 11-го года, когда закончится мой мандат, я вас как раз и в Европу приведу. Запечатываю. Это просто... Еще одна такая сложная страница в молдо-румынских отношениях это апрельские события, от которых никуда не денешься, которые так или иначе определяют весь фон, на котором разворачиваются политические события в Молдове. В самый разгар погромов 7-го апреля официальные лица Румынии заявляли о том, что происходящее в центре Кишинева – это революция. Затем вдруг, в какой-то момент, пластинка сменилась, и они заговорили о том, что это якобы тогдашние власти, то есть, по сути дела, вы и ваши партии, ваше правительство, организовали эти погромы. Сейчас, находясь в Кишиневе, Басевску говорит о том, что власть партии коммунистов была свергнута. Само слово «свержение» предполагает какие-то насильственные действия. И если он имеет в виду 7 апреля, как начало процесса свержения вашей партии от власти в Молдове, то тогда ситуация запутывается, либо же она наоборот проясняется. В этой ситуации я почему-то полагал, что он вообще будет молчать, потому что ему невыгодно ничего говорить по этому вопросу. И чем больше они будут говорить, румыны, кто бы ни был из румын, хоть президент, хоть кто, чем больше они будут говорить по этим событиям, тем больше будет ясно и станет понятно всем, что на самом деле наши декларации не пусто порожнее о том, что здесь румынский след явно прослеживается в организации, подготовке и проведении этих событий 5-7 апреля. Это однозначно. Давайте вот мы посмотрим на эти вещи следующим образом. Я с какой-то уже долей большой практики могу на это смотреть. Я встречался с аналогичными событиями в 10 ноября 1989 года, будучи в должности министра внутренних днём Молдавской СССР, тогда практики таких событий и практики реагирования на эти события нигде на всем пространстве Советского Союза еще не было. Были, знаете, проблемы вокруг Вильнюсской телебашни, были проблемы саперных лопаток в Тбилиси, и вот мы третий по счету 10 ноября имели вот эти беспорядки с поджогом, опять-таки с поджогом МВД и так далее. И потом у нас были события 2002 года, когда политическая организация, возглавляемая Юрией Рожкой, 6 месяцев, стояла, сидела, лежала, спала, жила в палатках между президентурой и парламентом. И сейчас в третий раз на мою долю за все эти годы пришлись эти события. Я могу проанализировать, и я этим и занимаюсь, и протянуть цепочку логическую от одних, вторых к третьим событиям и так далее. Но эти события, что бы кто сейчас ни говорил и как бы не хотел отбеливаться, они были задолго до 7 апреля тщательнейшим образом подготовлены. Они задолго до выборов писали, кричали, шумели, говорили, что выборы будут сфальсифицированы. Второй момент. 23 марта за подписью Филата и Киртага в примарию Кишинева идет обращение с разрешением занять всю площадь Мария Дунари Национали на весь апрель месяц в связи с фальсификацией выборов. Обратите внимание, в связи с фальсификацией выборов, выборы 5 апреля, а здесь 23 марта уже заявка на фальсификацию выборов пошла и так далее по цепочке, вплоть до того, что мы пришли к 7 апреля. В соответствии с законом о выборах, Центральная избирательная комиссия имеет 3 суток, 72 часа на подведение первых итогов голосования и должна объявить их через 72 часа и первые итоги. Событие имеет место не 8-го, когда 3-й день, а событие имеет место 7-го, на 2-й день. То есть они предопределили своими действиями вот эти вот дела, потому что потом, если мол объявят результаты, будет поздно протестовать, потому что обдруг объявят коммунистов победителями, тогда будет поздно протестовать и так далее. Это все было очень организовано. Я напросился сам, вы знаете, много раз побеседовать с следователями прокуратуры, и наконец-то они меня пригласили. У нас были две встречи. Я ничего не имею к этим работникам. Они очень культурно, очень доброжелательно. Мне показалось, что и профессионально. Но они все начали... Но они все, видимо, такая установка тех, которых их посадили заниматься этим процессом расследования, они все начали с конца. Они начали с попука, из ботнаря, которые как могли, чем могли, противостояли этой огромной массе народа, которая разрушала и парламент, и президентур. Когда проводятся такие следственные действия, то начинаются с движущих сил. Что явилось мотивом? Вот они говорили еще всю выборную кампанию, что фальсификация выборов. Давайте берем первый номер, фальсификацию выборов. Кто нам должен дать ответ на то, что были ли фальсифицированы выборы или нет? Кроме Центра избиркома, никто. Центр избирком до сегодняшнего дня не сказал ни полслова о том, что выборы 5 апреля были фальсифицированы.